Всяка душа оживится и чистотою возвышается, светлется тройческим единством священного тайны, священного тайны. Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас в программе «Мир православия». Мы продолжаем наши беседы о вечерних молитвах. И с Божьей помощью дошли уже до седьмой молитвы, которая приписывается святителю Иоанну Златоусту. Эта молитва состоит из двух частей, а вообще делится как бы на 24 стиха, то есть по числу часов в сутках. И так она и озаглавливается по числу часов дня и ночи. И может быть, когда святителю Иоанну Златоуст задумывал эту молитву, он действительно каждый час пытался произносить какое-то прошение перед Богом. Сейчас это все объединено в одну молитву. Вообще надо сказать, что святителю Иоанну Златоусту принадлежит много молитв, особенно тем, кто знаком с православным молитвословом, известны молитвы его к святому причащению. Потому что он сам является автором одной из литургий, составленной им самим. И наверняка, будучи таким ревностным молитвенником, а мы знаем из его жизни, что он и в пустыне подвязался, потом был проповедником, миссионером, потом стал архиепискому константинопольским, то есть главенствующей церкви. И во всем он был примером духовной жизни, в том числе примером и молитвы. Вот эти прошения, молитвы седьмой, входящие в вечерние правила, они очень понятны, очень доступны нашему уму. В принципе, можно их даже было бы не толковать. Но некоторые выражения все равно нужно объяснить. Начинается молитва с такого прошения «Господи, не лиши меня небесных твоих благ». То есть «Господи, не лиши меня небесных твоих благ». Очень понятное выражение. И мы просим, чтобы Господь, действительно, несмотря на наши немощи, нас не лишил вот этих небесных благ. А что это за небесные блага? Ну, в первую очередь, это само общение с Богом. Вот то духовное общение, которое начинается у нас здесь на земле, именно с молитвы. Именно с осознанием того, что мы стремимся к Господу. И вопрошаем Его, просим Его, благодарим Его, хвалим Его, словословим Его. И вот это общение духовное, оно продолжается и в вечности, причем в более, конечно, уже глубокой степени. А следующее прошение «Господи, избави меня вечных мук». То есть вот как бы такое противопоставление. С одной стороны «Не лиши меня небесных твоих благ», а с другой «Избави меня вечных мук». То есть, чтобы мы все-таки были с Богом, а не оказались в этих вечных муках. «Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреши, прости меня». Опять же, вот это перечисление всех наших греховных состояний. И помыслов, и чувств наших, и слов наших, и, конечно, наших поступков дел. «Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия». Прошения все эти понятны, неведения и забвения. То есть вот того, что мы делаем по незнанию какому-то, или по нашей забывчивости, по невнимательности нашей жизни. Малодушия – это страх такой. То есть, когда у нас есть возможность совершить что-то доброе, мы не решаемся. Мы проявляем какое-то малодушие в этом отношении. Вот такой страх. И порой действительно нужна решимость. Вот не на словах только, а на самом деле на поступках. Вот Петр смалодушничествовал и начал тонуть, когда он шел по воде. Хотя до этого он как бы бесстрашно вышел. Он обещал Господу, что будет с ним даже в час его смерти, и сам готов умереть. А когда его стали спрашивать, является ли он учеником Христа, он по своему малодушию стал отрекаться. Вместо твердой убежденности о том, что он пострадает вместо своим учителем, он стал отрекаться от своего учителя. То есть вот такой страх, который нас движет в противоположную сторону от добродетелей. И окамененного нечувствия, то есть от сердечного окаменения. Я думаю, что каждому верующему человеку знакомо это вот такое состояние, когда сердце как будто становится каменным, непробиваемым. Вот вроде бы и такие умилительные службы, вроде бы вот и понимаешь, что ты грешен перед Богом. А нет ни капельки слезинки о своем покаянии, о своем недостоинстве перед Богом. Какая-то вот такая сухость, каменность нашего сердца. И вот в одной из молитв, которая читается священником перед святым причащением, говорится о том, чтобы Господь вместо каменного сердца дал мне плотяное сердце. То есть сердце живое, сердце, которое бы откликалось на чужую боль, сострадало, было милостивым, милосердным, которое бы плакало о своих грехах и несовершенствах. Вот именно такого сердца мы должны искать и просить его у Бога. Вот именно вот это прошение, оно и призывает нас, если у нас мы чувствуем, что наша душа стала мертвой, сердце наше стало окаменелым, чтобы мы просили у Господа, Господи, избавь меня от этого окаменелого бесчувствия. Следующее прошение, Господи, избавь меня от всякого искушения. Очень созвучно оно с окончанием молитвы Господней, Отче наш. И не введи нас во искушение, избавь меня от всякого искушения. То есть мы просим, чтобы Господь, если дает нам искушения, давал нам их по силам. Но, в принципе, это и так понятно. Господь ведь не какой-то тиран, который вот смотрит на нас и желает нас навалить какими-то трудами, искушениями, чтобы мы выдержим ли мы их или не выдержим. Конечно, Господь знает наши силы. И если и испытывает нас в чем-то, то именно дает нам по силам то испытание, которое нам предлагается в нашей духовной жизни. Но что нужно понимать, что чаще всего не сам Господь нас испытывает или искушает. Потому что в Священном Писании прямо скажем, что Господь не искушает никогда и никого. А мы сами искушаемся, будучи двежими своими страстями, своими привычками. То есть если человек невоздержанный, его даже в самую мирную компанию какую-то приведи, он все равно будет много разговаривать или проявлять какие-то эмоции. Если он не будет следить за собой, если он не научится контролировать вот эти свои эмоции. То есть не Бог нас искушает, мы сами искушаемся. И вот это нужно четко понимать и следить. И если Господь дает нам какому-то человеку какое-то испытание, то, как апостол Павел говорит, он дает и силы перенести это испытание. Вот как Иову, который был испытываем, и семью потерял, и весь свой скот потерял, и свое имущество потерял, и здоровье потерял. И жена говорила ему, что скажи какое-нибудь слово на Бога, пусть лучше Господь тебя накажет и убьет уже. Зачем так мучиться? А он говорил, что Господь дал, Господь и взял. Как Богу угодно, пусть так и будет. И разве я могу что-то сказать на Бога, который дает мне вот это испытание? То есть он во всем остался верен Господу. Своей праведности он всецело доверял Господу. А следующее прошение говорит нам о следующем. Господи, прости, просвети мое сердце, ежи помрачи лукавое похотение. Просвети мое сердце, ежи помрачи лукавое похотение. То есть мы просим просвещение от Господа нашего сердца, которое бывает помрачено вот такими злыми желаниями. Это касается не только каких-то плотских желаний, но в принципе и душевных наших желаний. То же самое зависть какая-то, которая не видна никому, кроме Бога, который сердцеведец. Но ведь сердце, помраченное завистью, оно очень нуждается в божественном просвещении. Потому что оно темное, оно постоянно находится вот в таком каком-то безобразном состоянии, которое мешает войти туда свету Божию. И, конечно, мы просим, чтобы Господь помог нам преодолеть вот эти наши злые страсти, которые в наших сердцах есть, живут и порой делают невыносимой нашу жизнь. Господи, аз яко человек согреши, ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей. То есть я как человек согрешил, ты же как Бог, милостивый и щедрый, помилуй меня, видя и зная немощь моей души. Конечно, Господь это знает. Но опять же, мы должны понимать, что когда мы просим у Бога вот этого помилования, его щедрости, его милости в нашей жизни, мы и сами должны проявлять усердие в том, чтобы избавляться от всего злого. То есть не просто просить Господи помилуй, а при этом сами будем продолжать свою жизнь неправедную, а наоборот. Мы должны делать усилия, даже если по нашей немощи не все у нас получается, просить, чтобы Господь укрепил нас, помиловал, по своей щедрости дал нам силы снова продолжать этот путь, этот подвиг. Это постоянное движение к Богу и к святости. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. То есть, опять же, вот просьба послать божественную благодать нам, чтобы с Божьей помощью мы в своей жизни прославляли имя Божие. А имя Божие прославляется, конечно, через исполнение заповедей Божьих. Потому что важно не то, как ты называешься, христианин, там, воцерковленный христианин. Важно, как ты поступаешь в жизни. Ведь не секрет для многих, что мы десятками лет ходим в храм, а порой ведем себя хуже, чем те люди, которые вообще не ходят в храм, или вообще не крещенные люди. Поэтому важно вот именно наша жизнь, наше исполнение заповедей Божьих. А не то, сколько мы лет проходили в храме, или сколько мы раз причащаемся. Важно, как мы потом вот содержим себя, эту божественную благодать, которую получаем в церковной тайне, в молитвах, в предстоянии на службе Божьей. Вот именно это важно. И по этим поступкам, по нашей жизни, оценивают, в принципе, и все христианство, и всех верующих людей. Поэтому, конечно, если мы уже называемся христианами, верующими людьми, то должны стараться, по крайней мере, во всем соответствовать тому, чему Господь нас учит, чему Он нас призывает. Господи Иисусе Христе, напиши мя рабат в его книзе животни и дару ми конец благии. Мы просим, чтобы Господь написал нас в книге жизни и даровал нам благую кончину нашей жизни. Книга жизни – это то, образно говоря, где содержатся записи о всей нашей жизни. Да, то есть, и, конечно, некоторые записи хотелось бы, чтобы были удалены из этой книги, потому что они, ну, бесстыдные, они очень скверные. Вот. И удаляются вот эти скверные записи из этой книги жизни, конечно же, нашим покаянием. А покаяние – это изменение нашей жизни. Вот мы меняем свою жизнь, мы приобретаем какие-то добродетели с Божьей помощью. И то постыдное, что мы творили, Господь вычеркивает из книги жизни. Но очень важно, чтобы мы сами не были вычеркнуты из книги жизни. Потому что, если мы не попадем в эту книгу, да, то нас ожидает, конечно, вечная мука, вечные какие-то страдания. Вот важно попасть в эту книгу, в которую Господь записывает тех, кто жив. Жив именно вот этой духовной жизнью, той благодатью, которую Господь дает каждому человеку. И вот эта жизнь, она должна быть постоянной. Нельзя сказать, что мы вот что-то сделали, и все, Господь нас записал в книгу жизни, и теперь мы можем сидеть спокойно, сложить руки и ничего больше не делать. Нет. Духовная жизнь – это постоянные движения к Богу. Не зря вот в Евангелии сказано, что будьте совершенны, как совершенный Отец Машенебесный. Разве можно достичь совершенства Бога, абсолютного совершенства? Ну, конечно, нет. Это постоянное движение, это постоянное приобретение чего-то нового и нового. Вот. И поэтому, конечно, чем больше человек убегает от своих грехов, борется с ними, тем больше вероятность, что мы будем записаны в эту книгу жизни. И дар нам конец благей нашей жизни. Благой конец нашей жизни, то есть добрый, доброе окончание нашей жизни – это то, что для христиан подразумевает вот святое причащение, покаяние перед смертью, да, и вообще вот мирное устроение жизни христианина, вот мирное состояние души. Потому что когда ты в мире, то и сама смерть не такая страшная. Вот на прошениях, на литургии и на других богослужениях мы просим, чтобы Господь даровал нам кончину безболезненную, мирную, божественных тайн причастную. То есть все это достигается только тогда, когда человек в мире с самим собой, своей душой, в мире с ближними и в мире с Богом. Вот стремиться к этому душевному миру. Тогда и кончина будет нам не страшна. То есть Господи, если я даже и ничего доброго не имею, но именно сейчас, вот с этого момента, с этой молитвой, с этого прошения, помоги мне положить твердое начало моему исправлению, то есть чему-то доброму, научи меня это делать. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Дай мне Твою благодать, вот как росинку. Вот роса очень важна, когда она нужна для земледелания и для развития. И также вот эта крупиночка, маленькая росинка божественной благодати, она очень важна для нашей жизни. Без Бога мы не можем ничего, а с божественной благодатью, наоборот, мы можем все. Как апостол Павел говорил, что все я могу в укрепляющем меня благодати Господа моего Иисуса Христа. То есть вот эта росинка благодати Божией помогает нам быть всегда живыми, двигаться постоянно вперед. Господи, небесе и земле, помяни меня грешного раба твоего, студного и нечистого в Царстве Твоем. Аминь. Очень перекликается это прошение с кратким прошением разбойника, который был распят по правую сторону от Христа. Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем. И здесь немножко расширено. То есть хоть я и недостойный, и нечистый, и по своим поступкам порой бесстыдный, но ты помяни меня, Господи, в Царстве Твоем. А если бы мы еще к этому приобрели вот то покаяние, которое было у разбойника, то изменение его жизни, тот пересмотр его жизни, который произошел моментально в его душе, когда он буквально перед смертью увидел всю низость своих поступков, всю бесполезность своей жизни, и вот этот вопль «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем». И ответ Христа «Ныне же будешь со мною в раю». И мы, может быть, тоже в своем сердце услышим это, если не будем не просто произносить эти слова по привычке, а вот вдумываться, что они действительно соответствуют Евангелию. И ведь святитель Иоанн Златоуст, который написал множество замечательных толкований на многие книги Священного Писания, он берет эти образы именно из Священного Писания. Поэтому, конечно, мы должны вот именно прочувствовать эту молитву и понять, что каждое это прошение очень дорого для нас. И повторять его, может быть, не только вот сейчас на вечерней молитве, но какие-то молитвы, какие-то вот эти прошения, и в течение нашего дня, вот когда сердце чувствуем окамененное, когда чувствуем, что у нас не хватает сил двигаться дальше, надо вспоминать вот эти кратенькие прошения и взывать к Богу, вот как учил нас эти Иоанн Златоуст. На этом я с вами прощаюсь, дорогие братья и сестры. Пусть Божие благословение пребывает со всеми вами. Всяка душа оживится, и чистотою возвышается, светлется, троеческим единством священного тайны. Субтитры создавал DimaTorzok